Каждый год с наступлением тепла лесопарковую зону атакуют клещи. С одинаковым аппетитом набрасываются и на животных, и на людей. Они не кусают через одежду, а ищут открытые участки тела. Больше всего любят венозную кровь. Примерно в одном случае ста насекомые могут заразить энцефалитом или болезнью лайма. Инфекции могут передавать два вида – паукообразных – лесной и луговой. Они выходят на охоту при температуре окружающей среды выше 5-7 градусов. Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Едут куда-то люди на пикник, в сельскую местность, на природу. Те же могилы убирать обязательно, чтобы осматривали себя. Есть в наличии же сейчас репелленты, то есть вещества, которые отпугивают клещей. Они продаются в аптеках. Чем больше паукообразный сидит на теле жертвы, тем выше вероятность заражения. Если клещ все-таки укусил, удалить его нужно незамедлительно. Только делать это самим не рекомендуется. Лучше обратиться в поликлинику или травмопункт. Удалить кровопийцу самостоятельно можно с помощью специального устройства. Оно продается в аптеках. Не нужно смазывать насекомое маслом или спиртом, а также греть или использовать другие методы, насоветованные интернетом. Самое главное, чтобы хорошо, качественно удалили этого клеща. И самое главное, в первые 72 часа, то есть это в первые трое суток от момента не обнаружения клеща, а именно от момента укуса, человек должен принять профлечение. Профлечение – это значит, что человек должен принять антибиотики обязательно. Симптомы могут проявиться не сразу. Их может и вовсе не быть. Нужно обращать внимание на самочувствие, следить за температурой местной реакции на укус в течение четырех недель и обязательно обратиться к медикам. В поликлинике оценят общее состояние и назначат препараты. Профилактическое лечение наиболее эффективно в первые два-три дня. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.